Спасибо большое. Вопрос действительно интересный, потому что сейчас мы живем в эру внедрения искусственного интеллекта везде и всюду, и последние несколько лет активно обсуждается вопрос использования этих инструментов для анализа изображений. И уже есть большие наработки, и большой путь мы прошли в черно-белых изображениях, в данных лучевой диагностики, но постепенно эти инструменты приходят и в морфологическую диагностику, и посмотрим, на каком этапе это находится сейчас, и что нас потенциально ждет в будущем. Мы говорим о немелкоклещном раке легкого и о ПДЛ-1-тестировании в этой локализации. Исходя из структуры заболеваемости, это в большинстве случаев опухоли неоперабельные или условнооперабельные, и поэтому основные показания для ПДЛ-1-тестирования – это все-таки были вопросы системного выбора, системного лекарственного лечения и в каком-то проценте случаев определения показаний для анеодювантной терапии, которая также в этой локализации сейчас набирает свои обороты, и, может быть, в будущем эти показания будут еще более широкими. Но нужно сказать, что за последние несколько лет мы пришли к тому, что и в адювантном режиме тоже используются иммуно-онкологические препараты. На сегодняшний день есть показания для выбора этой терапии и тестирование необходимо для их определения. Все виды тестирования, в принципе, в инвитродиагностике можно разделить на два вида. Это так называемая сопроводительная диагностика, как вы видите, по определению FDA. Это тот случай, когда предоставление результата теста является необходимым для так называемого безопасного и эффективного использования соответствующего препарата. То есть речь идет о том, что формально в рекомендациях и в инструкции препарату в качестве возможности его назначения прописана необходимость получения конкретного результата определенного теста. И есть условия комплементарной диагностики, когда тест не является так строго необходимым, но он позволяет нам определить ту категорию пациентов, которые, как мне нравится, говорят клиницисты, получат наибольшую эффективность с точки зрения глубины продолжительности ответа на соответствующую терапию. И рак легкого, немелкоклеточный, это была и остается одна из немногих локализаций, где мы говорим о PD-1 тестировании как именно сопроводительной диагностике. То есть это тестирование является необходимым для выбора терапии. Это отражено и в отечественных клинических рекомендациях. Если мы будем говорить о системной терапии в первой линии, то у нас существует два порога по большому счету. Это порог в 1% и в 50% в зависимости от эко-ког статуса пациентов. То есть вы видите, у нас очень низкий порог входа в получение терапии для этих пациентов. Есть определенные нюансы с точки зрения тестирования в зависимости от препарата, но мы немножко позже коснемся этого. Кроме того, вы видите, появились в рекомендациях показания для адювантной терапии. Но, как частенько бывает, у нас есть небольшая опечаточка в клинических рекомендациях, потому что на самом деле здесь должно быть 50%. Только больше 50% опухолевых клеток являются показаниями для назначения тезолизумабов в поддерживающем режиме. Но скоро эта оплошность будет исправлена. Что на сегодняшний день мы имеем? Мы имеем три зарегистрированных клона, три зарегистрированных тест-системы. Каждая из них может быть использована для немелкоклеточного рака легкого. СП-142 – родной клон для отезолизумаба. Здесь есть сайт-специфическая и препарат-специфическая система оценки статуса немелкоклеточного рака легкого. Но чем отличается бедель-тестирование при этой локализации от любых других? То, что здесь мы достигли максимального упрощения и универсальности подходов. То есть, по большому счету, нас мало интересует препарат на сегодняшний день, который планируется назначить пациенту. И мы можем выбирать ту-то систему, которая нам доступна как диагностам, используя соответствующие критерии для оценки. Что касается клона-22С3 и клона-СП-263, критерии одинаковые. Оценивается просто доля позитивных опухолевых клеток с нижним порогом в 1%. Наш опыт тестирования, в общем, довольно большой. Мы в качестве референс-центра работаем с конца 2019 года. Это данные за 2020-2021 год. Было выполнено больше 1000 PD-L1 тестов на немелкоклеточный рак легкого. Но вы видите, в структуре тестирования преобладало тестирование 22С3. Почему я привожу эти условно несвежие данные? Потому что сейчас структура тестирования изменяется в пользу другого клона, в пользу клона-СП-263. Это связано не только с изменением показаний, появлением адювантных показаний, где он является, собственно, тестом выбора для определения этих показаний. Это связано с тем, что он может собой заменить 22С3. Есть данные по аналитической и по клинической валидации. То есть мы можем при помощи этой системы определять показания, в том числе для назначения пембролизумаба. И это связано, конечно, сейчас с доступностью тестов для использования в рутинной практике. Но по результатам тестирования, вы видите, без малого 60% случаев рака легкого, которые прошли через наш центр. Мы не можем говорить, что эта структура позитивности отражает среднюю по популяции, потому что все-таки мы имеем дело с селектированной выборкой, которая пришла с каким-то запросом. Но, тем не менее, довольно большой процент пациентов, которые имеют показания для назначения этого вида терапии, и почти четверть из них является хай-экспрессорами. То есть это большой объем работы, это сложность с точки зрения аналитики тест для патолога, помимо всех предыдущих этапов, помимо сложностей с постановкой самого теста, может ли нам алгоритм искусственного интеллекта, вот это вот АИИ, помочь как-то облегчить работу, с одной стороны сократить время затраты, повысить точность. Это те основные надежды, которые мы возлагаем на подобные инструменты. И на сегодняшний день нам доступен алгоритм, его на самом деле не вполне правильно называть искусственным интеллектом, потому что с точки зрения формальной это алгоритм машинного обучения, это не совсем интеллект. Но это нюансы уже терминологические. Тем не менее, нам доступен алгоритм компании РОЖ, и у нас была возможность попробовать, как он работает в клинической практике. В чем сложности вообще использования инструментов по визуальному анализу в морфологии? Потому что это многоэтапные процессы, на каждом из этапов могут быть свои переменные, которые сказываются на картинке, которые влияют на конечный результат. Это приводит к высокой вариативности тех визуальных изменений, которые мы встречаем в реальной клинической практике. То есть для того, чтобы эффективно обучать эти инструменты машинные, нам нужны очень большие выборки для того, чтобы покрыть все возможные варианты. В чем, собственно, преимущество вот этой вот закрытой системы, которую предлагает РОЖ? РОЖ, потому что они стандартизировали два из возможных этапов. То есть это этап окраски. Окраска выполняется на закрытой тест-системе на платформе Винтана в стандартных условиях с использованием закрытого набора. И это этап сканирования. То есть это захват изображения на, опять же, родном сканере с определенными параметрами калибровки, цвета, захвата. И вот в таких условиях использование инструментов машинного анализа может быть эффективно в достаточной степени для применения в реальной клинической практике. Собственно, у нас было проведено сравнительное исследование рабочего процесса по оценке PDL1-SP263, выполненное на платформе Винтана, при немелкоклечном раке легкого при помощи алгоритма машинного анализа. Собственно, стейнер Винтана, сканер DP200-ROSH. У них вендор-специфический формат захвата изображения. Это отдельная проблема на сегодняшний день в патологии, от которой рентгенологи уже ушли. У них есть универсальный формат, это DICOM. На сегодняшний день в цифровой патологии нет универсального формата. И пока еще мы далеки от его какого-то принятия. Поэтому у большинства машин, которые оцифровывают препараты гистологические, эти изображения сохраняются в своем формате. Это несколько создает дополнительные сложности при их использовании, при различных просмотрщиках, при перемещении и возможности анализа в условиях удаленных от того прибора, где они были захвачены. Это цифровая среда, созданная также РОЖ, и, соответственно, алгоритм по детекции PDL1 в этих образцах. Вот так вот выглядит интерфейс, собственно, платформы. Есть список пациентов, мы можем их выбрать, есть различные метаданные. Работает алгоритм, так сказать, удаленно. Производится предпросчет изображения после загрузки его на платформу. И когда мы к нему обращаемся, если у нас есть вот этот вот значок о том, что алгоритм успешно выполнен, мы можем, собственно, посмотреть результаты тестирования. В чем, так сказать, не то чтобы минусы, но особенности работы этого алгоритма, он оценивает или выдает оценку статуса в зоне, которая мануально выбрана патологом. Это значит, что мы не уходим от того субъективизма, который свойственен визуальному анализу, в принципе. И те результаты, которые мы получим, могут определяться именно тем выбором, который врач сделал на этапе, так сказать, оконтуривания зоны оценки. После того, как мы вот эту зону выбрали, алгоритм сегментирует клетки на позитивные и негативные и выдает нам результат в виде процента окрашенных клеток. Мы можем модифицировать эту зону. Собственно, преимущество такого подхода в том, что мы можем избегать зон артефактов, вычленять их из анализа вручную. Но это увеличивает время работы с изображением, что, собственно, лишает, так сказать, привлекательности подобные инструменты. Происходит сегментация на красные точки – это опухолевые клетки позитивные, синие точки – это опухолевые клетки негативные, и, собственно, алгоритм подсчитывает соотношение этих точек. Но, как оказалось в реальной практике, как и у врача-патолога-анатома, у алгоритма возникают те же сложности в плане сегментации клеток. То есть он – часть клеток, которые оценивают как негативные опухолевые, на самом деле они являются клетками макрофагального или лимфоцитарного ряда, и фактически они повышают знаменатель, то есть изменяют или искажают значение оценки в конкретном случае, потому что вот эта вот зона, фактически, вот эта зона – зона опухоли, а вот эта зона – это зона инфильтрата, которая состоит из лимфоидных и гистиоцитарных клеток. Кроме того, при тестировании этого алгоритма оказалось, что в небольших образцах с минорными артефактами в виде складок или каких-то скоплений хромогена, вы видите, тоже происходит артифициальная детекция вот этих зон повышенной окраски коричневым, их алгоритм ложно считает позитивными опухолевыми клетками, которых здесь нет. То есть вот у нас есть зоны скопления эпителиоидных клеток, они чисто негативны, и, конечно, для врача оценка статуса такого образца как негативного не представляет сложностей, при том, что алгоритм может его помещать в позитивные случаи с учетом очень низкого порога позитивности в 1%. Ну и вот это тоже досадная история, когда мы видим перетуморальный макрофагальный инфильтрат, макрофаги в норме экспрессируют PD-L1, и если мы эту зону на малом увеличении включили в зону подсчета, вы видите, также они ложно детектируются как позитивные опухолевые клетки, что может привести к завышению оценки. Это один из алгоритмов, который на самом деле получил одобрение или предодобрение FDA, но здесь есть небольшие подвохи, которые, наверное, нам нужно будет познать, познать, чтобы понимать, что нам пытаются продать. Потому что этот алгоритм одобрен с точки зрения высокой точности обнаружения высоких позитивных случаев, то есть хай-экспрессоров. Он эффективно работает в диапазоне больше 50% позитивных опухолевых клеток. Он действительно очень точно позволяет нам в пределах этого континуума определить процент этих позитивных клеток. То есть врач все-таки делает это с определенной прикидкой, и до процента считать долго или тяжело. Но что касается нижних пороговых значений и дискриминации негативный или слабо позитивный случай, то здесь, собственно, эффективность алгоритма сопоставима с эффективностью врача в ряде случаев даже ниже. Но, тем не менее, в чем основное преимущество? Преимущество – это, конечно, сокращение времени работы над случаем, потому что оценка PD-L1 занимает довольно большой интервал времени. В нашей работе, собственно, было 100 случаев взято. Примерно половина из них – это были крупные операционные фрагменты, половина – небольшого объема образцы биопсийные, и среднее время оценки заняло, видите, больше полутора минут. Но при использовании алгоритма есть кривая обучения по освоению платформы самой, мы никуда от этого не денемся, и есть кривая обучения по освоению самого этого инструмента, у всех это может занимать разную продолжительность времени, но, тем не менее, вы видите, после освоения платформы дельта по времени – это от 30 до 65% выигрыш по времени. Конечно, если это большая потоковая лаборатория, это существенные преимущества, с одной стороны, но более привлекательная история – это точность при подсчете в пределах диапазона позитивности. Однако есть, безусловно, субъективизм, от которого мы не уходим при использовании этого инструмента, есть проблемы с теми имитаторами позитивных опухолевых клеток, с которыми сталкиваются и врачи, которые решаются путем обучения врачей, но, видимо, не решаются путем дообучения этого алгоритма, и зоны артефакта также должны быть исключены в соответствии с формальными правилами оценки PDL1-тестирования вне зависимости от локализации, в которой мы работаем. По большому счету, это, безусловно, инструмент помощи или поддержки принятия в данном случае диагностического решения. Он никоим образом на сегодняшний день не может заменить врача-патологоанатома. Если говорить с точки зрения перспективы разработки подобных инструментов, то основная цель их использования – это все-таки помощь в подсчете количественных параметров, в первую очередь создание по-настоящему диагностического инструмента, который позволил бы каким-то образом имитировать функции диагностические врача. Это, пожалуй, перспектива довольно отдаленного будущего и требует большой работы. Так что нам с вами еще будет чем заняться на нашем веку. Спасибо.